всем привет с вами Наталья Мишина сегодня я разберу несколько основных ошибок начинающих при работе с сухой пастелью ошибка номер один нанесение рисунка предварительного карандашом на карандаш пастель не ложится можете видеть то есть рисунок карандашом мы никогда не делаем делаем рисунок мелко близким к тону бумаги то есть если бумага серая делаем рисунок серым вторая ошибка боятся ломать мелки то есть вот у нас вот допустим мелок фиолетовый вот он есть целиковый так и мы работают и штрихи кладут вот так остренько как привыкли карандашом рисовать так кладут такой способ тоже конечно существует но если надо закрыть большой кусок пастелью то мелок как правильно как правило ломается и это позволяет наносить пастель очень укрывисто и большими пятами еще одна ошибка это подбор цвета бумаги композиция об этом я сниму видео сейчас пока ограничусь общими высказывания также подбор мелков под бумагу тут тоже часто допускаются ошибки не всякая бумага принимает на себя хорошо те или иные мелки допустим я сейчас штрихую по бумаге консоль мелками сонелье пусть если вы делать просто скетчевый рисунок все замечательно если мы начинаем работать слоями то у нас могут быть с некоторым с некоторыми цветами трудности у допустим желтый он такой вот очень мягкий очень пастозный то есть он фактически вот вторым слоем он уже не лежит считать что работа будет у вас испорчена каждую бумагу мы выбираем свои мелки вот это мелок у нас рембрандт и вот смотрите рембрандт я нанесла и сверху я спокойно наношу второй слой и могу нанести еще еще до третий слой а здесь вот мягкие мелки вроде качественные дорогие но ничего не получается учитываем эти моменты если у вас мягкие мягкие мелки это может быть фабрка стал это может быть сонелье то берите для них совершенно другую бумагу постель мат или абразивные какие-то бумаги можно даже купить мелкую шкурку в магазине еще одна тонкость это количество слоев опять таки это зависит и от мелков и от бумаги сколько слоев вы сможете положить и как бумага будет принимать это есть сейчас я уже третий слой темным понятно что перекрывается сейчас мы светленький сюда положим количество слоев достаточно большое она выдерживала вот в этой работе я сейчас такой крупный план тела здесь использованы мелкие многослойность как раз у нас мы использовали мелкие и жесткие и средней мягкости и самые мягкие самые мягкие вот здесь вот видите вот эти вот тона они прекрасно легли на эту бумагу уже последним слоем